Всем привет! Меня зовут Наталья. Впервые за последнее время у меня появилась возможность поснимать видео и сегодня мне хотелось бы показать вам свои крайние покупочки и начать хочу с вот этой нежненькой веточки с бутончиками роз. Давно мне хотелось что-нибудь такое приобрести и я ее купила в Галамарте со скидочкой, она что-то стоила больше 200 рублей, а мне досталось где-то 150 наверное, 150 с чем-то уже точно не помню. И теперь я буду щеголять на видео и на фото с вот такой замечательной веточкой из розочек. Еще хотела похвастаться, что наконец-то сподобилось заказать себе именные штампики. Тут мой логотипчик и имя по-английски, имя по-русски и просто логотипчик. Я не буду доставать из пакетиков. Вот так выглядит отштамповка. Ну и наконец-то приступим к моим скраповым покупкам. Некоторое время назад заказала я ножики в магазине Агиарт. Вот такие, вот такой вот ножичек веточка. Давно мне уже хотелось его приобрести, я даже не знаю чем он мне приглянулся, но в предыдущие мои покупки ножиков там уже я выходила бы из бюджета, если бы приобретала его. Но он все-таки у меня в голове засел, даже не знаю почему. И в этот раз я все-таки решила его прикупить. Сейчас покажу как выглядит вырубочка. Вот так вот она выглядит, веточка вот такая вот и по ней цветочки. И отдельно еще вырубаются точно такие же цветочки, которые уже есть на этой веточке. Вот эта вот группа цветочков и по отдельности еще вот этих четыре цветочка. Вырубку я делала из бумажки вот такой вот от Палаца для пастели эскизов и набросков. Нежность называется с лошадкой. Она 200 грамм. Так что вот, вот такая вот вырубочка. Теперь у меня был уже ножичек, который я показывала в своем новогоднем альбомчике елочки. Вот такой вот ножичек у меня был со звездочками. И я к нему в пару решила прикупить вот такой вот еще наборчик тоже со звездочками. Он называется звездопад. И мне кажется, в паре они в работах будут очень даже хорошо смотреться. Тоже сейчас покажу вырубку. Вот так вот она выглядит вырубка. И здесь еще дополнительно вырубаются внутренние вот эти звездочки. По-моему, это тоже очень хорошо. Где-нибудь в композиции добавить мелких звездочек. Замечательно. Я уж не стала в кадр сюда тащить свой бигшот. Это все-таки неудобно здесь показывать девочкам с маленькими машинками. Это удобнее сделать. А я уж свой не стала тащить. Ну и вот такая вот вырубочка со звездочками. Теперь следующий ножичек покажу. Вот такой вот фоновый ножик у меня следующий. Сеточкой. У меня мало фоновых ножей, поэтому мне захотелось тоже фоновый еще для разнообразия себе. Вот так вот выглядит сеточка. У меня все ножики вырубают хорошо, так как у меня металлическая пластина на бигшоте есть. Ну и в принципе это же фирменные ножи. Здесь не должно быть никаких проблем по идее. Если брака нет, то все в порядке должно быть. Вот такой вот ножичек. И собственно из-за чего я делала тот свой заказ, это вот такой вот замечательнейший ножичек. Я когда его увидела на фотографии, то просто влюбилась. Те, кто смотрят мой канал давно, знают, что я в восторге от всех вот этих вот витиеватостей, от этих вот всех ажурностей. И вот этот вот ножичек как раз по моему вкусу. И я как раз, когда его увидела, у меня сразу же возникла идея, каким образом я смогу его применить. Ну и в следующем видео я об этом расскажу подробнее. Хотела я следующее видео снимать тоже сегодня, но получилось так, что вот этот кусочек видео у меня не записался. Я его записываю второй раз и времени уже у меня сегодня больше не будет на съемку второго видео. Поэтому, видимо, придется повременить. И вот этот ножичек произвел на меня впечатление. Захотелось мне его обязательно купить. Сейчас я покажу, как он вырубается. Вот такая вот замечательная вырубка. У него теснятся прожилки листочков. У него. У кого у него? У нее. У ножика вырубки. Так. Как все нежненько. И, кстати, да, согласно я с автором этого ножа, это называется, по-моему, рамка нежности. По-моему, так называется. Да, действительно нежность, сама нежность. Замечательный ножичек. Очень рада, что я его прикупила. Вообще отличный, замечательный. Так. И еще хотела пожаловаться. Ну, не как пожаловаться. На то, что у нас в нашем городе переехал единственный нормальный скраповый магазин. И перед его отъездом я все-таки прикупила немножко материальчиков. То, на что была скидочка. А то уже доходит до смешного, что придется где-то заказывать еще и расходные материалы тоже. Вот. Прикупила я себе в запас даже пивного картона. И пленочку прикупила тоже. Ну, та, у которой с двух сторон отклеиваются пластик. Вот эти расходники тоже купила. И еще прикупила парочку ножей себе. Там скидочка на них была. И мне вот захотелось купить тоже от Агиард ножик с надписью у меня. Потому что с надписью ножей вообще нет. А все-таки из-за того, что я чаще остальных скраповых изделий делаю альбомчики. То думаю, что эта надпись мне где-нибудь должна пригодиться. Вот так вот вырубается надпись. Замечательно. Альбом. И еще вот такую веточку от Эко Пеппер решила прикупить. Ну, на пробу решила взять. Потому что как-то все девчонки в восторге от ножей Эко Пеппер. Которые приближены к реальности. Что они несимметричные и так далее. Ну, я как-то прохладно к ним относилась. У меня больше почему-то тяготею вот к таким ножикам, как от Агиард, от Леди Баг. Вот такие вот. Я по ним фанатею. А от Эко Пеппер я как-то спокойно к ним относилась. Ну, вот решила взять на пробу ножичек. Сейчас покажу, как он вырубается. Вот такая вот веточка получается. Ну, я осталась при своем мнении, что ножи Эко Пеппер как-то, видимо, это не очень мое. Ну, веточка и веточка, может быть, где-то мне и пригодится тоже. Я, кстати говоря, увидела на Алиэкспресс, что появилась новая линейка. Ну, это для меня новая. Возможно, уже люди там все в курсе, а я только открытие сделала для себя. что вот это вот китайцы, видимо, у какой-то хорошей фирмы украли дизайны и теперь тоже продают. Я не знаю, что это за фирма. Магазин назывался Пигги Крафт. И вот там действительно приближенные дизайны к природе. То есть они тоже там несимметричные, тоже они такие природные. Не знаю, как сказать. Но я не могла от них оторвать глаз. Там их в линейке дополна. И, в общем, я в полной восторге. И хоть уже у меня... Я вышла из скрапового своего бюджета, но не удержалась. Все равно заказала несколько. Там просто интересно как-то, что доставка почти столько, или столько даже, а в некоторых случаях даже и больше стоимости ножа. Вот что меня удивило. Это вообще что-то с чем-то. Ну, дизайны ножиков замечательные. Я рекомендую. Посмотрите, кто интересуется ножами. В общем-то, замечательные ножики. Мне дизайны очень понравились. Рекомендую. Я заказала только еще, поэтому сами ножики пока показать не могу. Ну, а здесь вот ножик. Такое отступление у меня было. Лирическое. Вот ножик от Экопейпер. Вот такая веточка. Так, ну что еще я хотела вам рассказать. А вот еще хотела показать вот такой вот кожзамчик. Это я купила в обычном швейном магазинчике нашем. Это золотистый кожзам. Тоненький. Ну и намотала я его на бумагу для выпечки. Потому что у него тут были заломчики небольшие. И чтобы он разгладился, я его намотала на цилиндрик. Вот такой вот цвет. Неяркий. Нежненький такой. Красивый цвет. Конечно, с ним будет не так удобно работать, как с переплетным кожзамом. Но зато он такой тонкий и податливый в работе. В общем, думаю, что он может мне где-нибудь и пригодится. Для чего-нибудь. А еще тоже из серии золото. Хотела показать вам. Прикупила я себе вот такие вот коробочки. Коробочки. Замечательные. Дело в том, что у меня перестали вмещаться кружева в мои коробочки. И нужно было уже куда-то мне их перекладывать. А в закрытых моих ящичках для новых коробочек уже места нет. И нужно размещать коробочки на открытых полочках. А на открытых полочках хотелось чего-нибудь красивенького. И вот такие вот, как я думаю, красивенькие коробочки я нашла. Не хотелось мне вот эти вот все из фикс прайса, из галамарта. Вот эти вот страшненькие с отверстиями. Там пыль набивается или еще что-то. Не знаю, мне они не нравятся. Всем девчонкам как-то нравится, а мне не нравится. Вот. И вот такая вот красота. Не знаю, у меня как-то по инерции, наверное, все с золотом. И кожзам у меня золотой, и коробочки у меня золотые. Ну, такой приятный золотистый цвет. Они вот побольше одна, другая поменьше. Они в комплекте шли. Это такие подарочные коробочки. Других подходящих я не нашла себе. Но они единственный минус, что они, видимо, предназначены только для того, чтобы из них подарочек достали и все. Наверное, не знаю, куда выкинули. Открываются они не очень удобно и закрываться, ну, в общем, неудобно. Поэтому я сюда сошлю что-то, чем редко пользуюсь. Какие-нибудь атласные ленточки и кружева и синтетической нитки. Вот такие вот коробочки я прикупила. На днях получила я свой очередной заказик из магазинчика. Только отрезала здесь. Сейчас буду распаковывать. И еще хотела уточнить, что все материалы, о которых я говорю в своих видео, и все магазины, о которых я говорю, это не реклама. Я в своих видео хвалю, кого хочу, ругаю, кого хочу, и ни от кого не завишу. И давайте распаковывать. Ну вот и распаковала я свою покупочку. Что-то в последнее время стал мне нравиться этот магазин Агиарт. И я стала в нем часто заказывать. Вот как раз это крайняя покупочка. Заказала я, значит, вот такие вот подвесочки. У меня еще таких не было. И захотелось попробовать, что за подвесочки. Внутри тут прозрачные камушки. И вот подвесочка. Единственное, мне только непонятно, что если здесь внутри у капельки золотистого цвета пайетки мелкие, то почему держатель серебристого цвета. Непонятно, правда? Вот еще прикупила вот такие вот, еще вот такие штучки. Я купила их в двойном экземпляре, потому что второй экземпляр хочу кое-кому отправить. Этот кое-кто, может быть, догадается. Еще взяла чекбордика. Это я, когда заказываю что-то в магазине, стараюсь для своих каких-нибудь остальных задумок сразу же что-нибудь приобретать, чтобы десять раз не ходить. В общем, для одной из задумок вот такой вот чекбордик просто небо производитель. Беленький, но он не сильно толстый, конечно. Но ничего, для меня в чекборде главное дизайн, а не толщина там или что там, как девочки все это разбирают. Вот для другой моей задумки звездочки мне нужны будут, я так думаю. Для виноградные вот эти вот все дела. Вот это тоже просто небо с фонариком и виноградной лозой. А вот здесь вот просто виноградная лоза. Тоже для другой моей задумки, которая не знаю, когда вообще воплотиться. Еще звездочки. Ну и это я подробно показывать не буду, это тоже кое-кому в подарочек. А вот это вот тоже для одной из моих задумок. Тканька. Это вот что-то я забыла, производитель, кто? Отрез ткани, цветущий сад, forest story, impression design. Не знаю, что это за такой, за производитель. Первый раз его брала. Но мне вообще-то, честно говоря, фон нужен был бы такой бежевый и состаренный. Но я так думаю, что можно будет его затонировать в кофе, например, попробовать. Поэкспериментирую на кусочки, посмотрю. Мне просто нужны были мелкие цветочки. Я нигде не могла найти их. Ну, посмотрим. В общем, посмотрим. Все-таки здесь можно уже хоть над чем-то поэкспериментировать. А так у меня вообще вариантов не было. Так что это вот подарочек был. Олешек такой интересный. Парочка карточек. Я тебя люблю. Опять я куда-то уехала, извиняюсь. И Олешек. И вот такие вот цветочки и листочки из фоамирана. Спасибо магазинчику. Вот эти вот высечки от фабрики декору я уже хотела давным-давно. Я не знаю, как они только появились. Но из-за того, что у меня и так всяких запасов полно, много, бумагу мне не хотелось покупать. А вот эти вот розочки, такие нежные, мне так хотелось. Ну и где-то в других магазинах я все время забывала про них посмотреть, есть они там или нет. А в закупке вот в этом вот нашем переехавшем магазине я, наверное, год назад где-то уже его заплюсила. Но они все никак не делали этот заказ. Может быть, с тех пор еще они собирались все переезжать и уже не стали. Вот тут написано 120 рублей они стоят. Вот так вот высечки. Наконец-то я себе их купила. Правда, я вот тут смотрю, что мне все-таки на мой вкус придется все эти высечки вырезать. Я не буду доставать, потому что все уже и так все знают про эту коллекцию. Она давнишняя старющая, но она меня не отпускала. И поэтому вот куда-нибудь какие-нибудь открыточки хочется мне с ней поработать. Вот так вот. И еще... И еще тоже прикупила я высечки тоже кое-для кого. Кое-кто, догадайся. Ну просто раз у нас магазинчик этот переехал наш, мне... А мне хочется что-нибудь интересное в подарок прислать. Поэтому я теперь буду заказывать где-нибудь в других магазинчиках. Вот. Поэтому кое-кто это для тебя. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну и вот парочку ножиков. Собственно, ради чего был сделан заказ? Из-за ножичков, как всегда. Я не знаю, в последние полгода, наверное, как-то прям заболела ножиками. Я не знаю. Плоттер у меня простаивает. А ножики я все... Не знаю, какая-то болезнь у меня появилась на ножики. Все, беру-беру ножики. И, в общем, опять ножики. Хе-хе-хе. Вот такой замечательный ловец снов. Так, вот ножичек. Я просто отвлеклась. Достала второй свой ножик ловец снов. Я как-то упоминала в одном из своих предыдущих видео, что на Алиэкспресс заказала вот такой вот ножик. Он наконец-то до меня дошел, долго шел очень. И что-то он мне как-то не сильно понравился. Вот такая вот вырубка вырубается нормально. Ничего, все с ним в порядке с ножиком. Ну, просто как-то не впечатлил. А вот этот, вот этот вот замечательный ножичек от Натальи Йен Дизайн. Отличный просто. От него я в полном восторге. Сейчас вот сравните. Какая разница, да? Ну, просто небо от земли. Отлично. Здесь еще есть такие прожилочки. Я не знаю, видно на камеру или нет. Что тут тиснятся у перышек к серединке. Здесь на нитке тоже перекрученности все тиснятся. Замечательный ножичек. Спасибо Натальи Йен за дизайн. Не перестаю ею восхищаться Натальи. Замечательный ножичек. Вот, собственно, ради него я и делала этот заказ. И теперь я полностью довольна. Ну, тут вот с Алиэкспресс ножичек. А вот этим я очень довольна. Хороший ножичек. Отлично, замечательно вырубает. Ну и незадолго до того, как сделать заказ, я на ютубе смотрела там девочку. Она покупала себе ножики от Эко Пеппер. Ну и, как я уже сказала, меня дизайны не очень привлекают. И после того, как я купила вот эти вот веточки, которые меня не впечатлили, я тоже как-то прохладно отнеслась. Единственное, что мне понравилось из ее покупки, это вот такие вот билетики. Билетики нормальные такие. И как раз их-то мне и захотелось купить. Сейчас покажу. Вырубочка. Вот так вот она выглядит. Вот. И здесь я уже просто штампанула своим штампиком. У меня штампик есть. Вот такой вот билет от скраб-клуба. И мне кажется, он прекрасно так вписывается, замечательно в этот билетик. Можно вот так вот наштамповать. И будут отличные такие билеты. Вот так вот. Чем не билет. Вот так. Последние мои. Последние. Крайние. Крайние. Я все надеюсь, что они у меня. Крайние мои покупочки. Вот такие вот замечательные ножички, которыми я всеми довольна. И вообще покупочками своими я всеми довольна. И наконец-то наступило у нас опять лето. Потому что еще неделю назад вернулась зима обратно. И мы все тут были в шоке от этого. Но теперь потихоньку возвращается лето. И мы все в хорошем настроении. Чего и вам желаю. Желаю и вам и тоже хорошего настроения. И хороших покупок. И замечательной весны. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok